МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Терепет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Приведите аргументы. Депутаты продолжают обсуждать повышение коммунальных тарифов. Выведите имущество до 1 февраля. В ГСК номер 5 планируют снос 92 гаражей. День снега. Традиционный зимний праздник прошел на лыжной базе. Далее расскажем обо всем подробно. Многодетные мамы имеют право на досрочный выход на пенсию, напоминает Пенсионный фонд России на своей странице в соцсети. Так, если у женщины трое детей, то она имеет право выйти на заслуженный отдых в 57 лет. Если у мамы четверо детей, то право на пенсию у нее возникает в 56 лет. А если у мамы пятеро детей, то она сможет оформить пенсию в 50 лет. Но во всех случаях у женщины должен быть трудовой стаж не менее 15 лет. В 2022 году оформить страховую пенсию смогут женщины в возрасте 57, а мужчины в возрасте 62 лет. В 2021 году сохранялся такой же возраст выхода на заслуженный отдых. До 2028 года действует переходный период по установлению пенсионного возраста. С 2028 года женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины в 65 лет. Для назначения страховой пенсии по старости у человека должен быть выработан необходимый стаж и иметься пенсионные коэффициенты. А если их не хватает, то назначение пенсии отодвинется на тот срок, пока гражданин не наработает необходимое количество стажа и коэффициентов. Если же по истечении пяти лет после достижения пенсионного возраста этого достичь не удастся, то гражданину назначат социальную пенсию. В 2022 году для всех категорий граждан немного повысится пенсионный коэффициент с 21 до 23,4 балла, а также количество лет стажа для назначения пенсии с 12 до 13. Поднимется ли квартплата в этом году? Вопросы индексации размера платы за содержание жилого помещения в городе Сарове обсудили на очередном заседании Комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства. Подробности далее. Вопрос индексации платы за содержание жилого помещения многоквартирных домов, жители которых не приняли решение о выборе способа управления или об установлении размера платы, уже обсуждали на заседании Комитета в ушедшем году. Но к единому мнению депутаты прийти так и не смогли. Дума запросила дополнительную информацию об индексации размеров платы за 10 лет и о росте потребительских цен на жилищно-коммунальные услуги. Рассмотрев все варианты, за и против, объективно приходим к выводу, что так или иначе поднимать тариф необходимо, делать это лучше ежегодно и плавно, для того, чтобы в конце не было той ситуации, когда тариф нужно поднять существенно, а возможности у нас с вами очень серьезно ограничены. Плата за содержание жилья последний раз индексировалась в 2017 году. За этот период инфляционные изменения составили более 12%. Однако такой рост квартплаты станет существенным временем для саровчан. А потому администрация предлагает индексировать плату на 4%, пояснила собравшимся Анна Сысоева. Народных избранников приведенные аргументы не убедили. Подход должен быть к формированию тарифа индивидуально к каждому дому. Это работа управляющей компании. Если мы с депутатами это обсуждаем, тогда у нас должна быть уверенность, что завтра мы придем к нашим избирателям, и мы им скажем, что подняли нам тариф. Мы должны были вводить аргументы. Внятных аргументов повышения платы за содержание жилья, не считая индексации, народные избранники так и не услышали. Дискуссия между представителем ЖКХ и депутатами была долгой. Многие сошлись во мнении, устанавливать единый тариф без весомых причин нельзя, и к каждому дому должен быть свой подход. У нас в день на 15, в день на 17, но не могут быть по данному тарифу жить. А мы с тобой говорим, что на 15-м доме сделали проблень, а в этом году сделали на 17-м проблень. Деньги-то разные. Так, хорошо. Но не могут они все жить по 28 рублей. За квадратный метр. К общему мнению, прийти так и не удалось. К следующему заседанию Дума поручила подготовить технико-экономическое обоснование проекта решения, а также создать рабочую группу для детального изучения вопроса. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Департамент городского хозяйства напоминает о том, что запрещен выезд на водоемы на любых механических транспортных средствах, в том числе автомобилях и снегоходах. Нарушители могут быть привлечены к административной ответственности. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Досрочный период ЕГЭ и ОГЭ могут перенести на другие даты, если ситуация с коронавирусом в стране будет неблагоприятной. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Напомним, сроки и длительность ЕГЭ и ОГЭ устанавливаются по каждому учебному предмету. Экзамены проходят в досрочный, основной и дополнительный периоды. Единое расписание в 2022 году уже утверждено. Досрочный период ЕГЭ стартует 21 марта. ОГЭ досрочно сдать можно с 21 апреля. Теперь выбрать или поменять страховую медорганизацию россияне могут на портале Госуслуг. Приказ об этом подписал министр здравоохранения Михаил Мурашко. По-прежнему подать заявление о выборе страховой медорганизации можно лично при обращении в нее. Кроме того, это можно сделать на сайте территориального фонда обязательного медицинского страхования. А теперь и через портал Госуслуг. Число случаев заражений штаммом омикрон Нижегородской области увеличилось до 25, хотя менее недели назад их количество не превышало 10. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Четыре случая заражения омикроном из 25 зарегистрированных в регионе – завозные. Заболевшие прибыли из Нигерии, Доминиканы, Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов. Еще один заболевший выезжал в другой регион. В остальных случаях заболевшие не выезжали за пределы Нижегородской области, рассказали ведомстве. У большинства заболевших инфекция протекает как ОРВИ. Однако есть и такие, кому потребовалась госпитализация. По каждому случаю специалисты провели расследование и установили круг контактов каждого заболевшего пациента. Сейчас за ними установлено медицинское наблюдение. Для строительства дороги к новой детской поликлинике на улице Чапаева планируют снос 92 гаражей ГСК номер 5. Большинство собственников уже подписали соглашение. Однако остаются те, кто получил компенсацию, но ключи в управление капремонта так и не передал. О том, на какой стадии сейчас строительные работы, расскажем далее. Добираться к новой детской поликлинике станет проще. Улицу Чапаева планируют продлить. Общая протяженность дороги составит 500 метров. Контракт со строительной организацией подписан. Застройщик приступил к подготовительным работам. Сейчас идут работы по ограждению территории. Заводятся уже отдельные элементы железобетонных конструкций. Также ведутся работы по согласованию замены оконных конструкций жилого дома Силкина 44 именно на сторону, выходящую к строящейся улице Чапаева. Также застройщикам проведены работы по уже вырубке. Деревь в границах предоставлено земельного участка. Впереди еще один значимый этап строительства дороги. Снос 92 гаражей ГСК номер 5. Заранее была проведена независимая оценка. Собственники могли выбрать между денежной компенсацией или новым гаражом взамен старого. Гаражному кооперативу был выдан земельный участок неподалеку и разрешение на строительство. Работы там уже активно ведут. Из 92 собственников соответствующее соглашение подписали 87. Большая часть проблем была связана с плохой организацией. У людей не было на руках необходимых всех документов. Гаражи многие были или их изменения были неузаконены. Поменяли собственника, новые собственники не вступили в права. Фактически специалистами УКСК работа была большая, очень проведена. Все эти вопросы сняты. Комитет по управлению муниципальным имуществом напоминает гражданам, подписавшим соглашение о том, что свое имущество из гаражей они должны вывезти до 1 февраля и передать ключи по акту в управление капитального строительства. Более подробную информацию можно получить по телефонам 99079 и 99047. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Лекции, практикумы, зачеты, экзамены. Студенческая пора – одна из самых ярких в жизни человека. Это ступень к профессиональным высотам, время для самореализации, развития и творческих успехов. О своих непростых буднях, особенно в период сессии, нашей съемочной группе рассказали студенты Сарфатеи. Подробности далее. Молодые, веселые и находчивые. Сегодня свой день отмечают все студенты России. Праздник появился в стране в 2005 году. И с тех пор студенты никогда не упускают случая отметить свой день на широкую ногу. Шумно и весело. Ведь по народной традиции студент никогда не упустит шанса отдохнуть от учебы. А от постоянных торжеств его отвлекает лишь время сессии. День российского студенчества – отличная возможность еще раз осознать, как классно быть студентом. Учащиеся Саровского физико-технического института тоже отмечают свой праздник, но все по-разному. Кто-то собирается в кругу близких друзей и одногруппников, а кто-то просто поздравляет друг друга. Студенческая жизнь – это всегда незабываемые эмоции и впечатления, а также открытие новых возможностей. И в Сарфатеи ребятам скучать некогда. Ожидание совпало с реальностью, потому что думал, что будет постоянно какой-то движ, отряды будут учиться, будет отчасти легко, интересно. Получается, Сарфатеи предоставил все возможности для этого, потому что здесь очень хорошая лаборатория, чтобы проводить практики, лабораторная работа получается. А есть студенческие отряды, как педагогические, так и строительные. Юлия Баранова только вливается в активную жизнь вуза, но уже с первого курса девушка поняла, что различные студенческие приметы – не самые надежные помощники во время сессии. Чтобы учеба шла на отлично, Юлия не пропускает занятия и много читает, но успевает также и занимать должности исполняющего обязанности комиссара педагогического отряда и старосты группы. В вузе ей нравится даже больше, чем в школе, признается девушка. В школе ты начинаешь только свой этап, закладываешь знания, тут ты их укрепляешь и узнаешь что-то новое, но все равно в институте мне нравится больше. Тут ты комфортнее и преподаватели создают такую атмосферу. Часто студенческие годы сопряжены еще и с общажными хлопотами. Те, кто живет в общежитиях, знают о трудности и радости этого времени. Для студента с РФТИ Александра Илюшкина общежитие – это особое место, в котором можно получить помощь и поддержку, а также не скучно провести совместный студенческий досуг. Скучать там некогда, когда контрольный экзамен, получается, особенно сейчас в сессии, получается, все собираемся либо у одного в кому-нибудь, либо у другого, обсуждаем, спрашиваем у друга, что, как, готовимся. То есть, на самом деле, очень интересно. Канал «16» поздравляет всех учащихся вузов с Днем студента. Желаем вам неиссякаемой энергии, интересной жизни, творческих идей и новых достижений. Светлана Юрунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Футбол в валенках, хоккей с мячом, снежные баталии, шоу барабанщиков и многое другое. На лыжной базе шумно и весело отметили Всемирный день снега. В этом году праздник посвятили двум важным событиям. Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, а также зимним Олимпийским играм в Пекине. Подробности далее. Прокатиться с горок на ватрушке, пробежать на лыжах по зимнему лесу, поиграть в снежки и согреться теплым чаем из термоса. Такая атмосфера царила на лыжной базе во Всемирный день снега. Программа праздника предусмотрела развлечения как для детей, так и для взрослых. Так, например, семьи принимали участие в соревнованиях с препятствиями, а волонтеры молодежного центра помогали в проведении конкурса. Конкретно мы занимались организацией конкурса Sunless Ball. Это семейный конкурс. Семья на ватрушках съезжает с горы, затем они с помощью лодки, которая представляет нам организация, они проплывают все вместе, дальше они переходят на маленькие лодочки. С помощью рук они должны проплыть и дальше собрать пирамиду. И потом со всей скоростью бежать обратно, при этом засекать время. Больше всего усилий сыровчане приложили к созданию снежных фигур в рамках конкурса «Этнофест». Участие принимали семьи, классы, детские сады. Елена Голубкова, родитель ученика 1-го Д-класса Центра образования, раскрыла нам смысл поделки «Давайте жить дружно». Идея у нас была очень интересная тема в этот раз, этнофест. Тема такая, достаточно сложная. Мы долго думали, что же нам сделать. С одной стороны, это Олимпиада, Олимпийские игры, дружба, единство. С другой стороны, Олимпийская деревня и вообще русская деревня. Мы пришли к тому, что мы хотим подружить нашего российского мишку, символ нашей сборной команды, с Олимпийским мишкой. И поселить их, чтобы они дружили в нашем бревенчатом русском домике. Были и интересные конкурсы только для детей. Например, волонтеры клуба «Мечта» проверить для младших ребят веселые старты. У нас конкурс хоккей. То есть дети одевают ботинки, это у них коньки, они добегают до клюшек. Дальше они должны попасть в ворота. Кто быстрее один гол? Мы, например, делаем конкурсы, где там нужно перебираться на ватрушках. С самого утра проводились соревнования среди спортсменов школы Олимпийского резерва «Атом». Лыжники участвовали в дистанциях от 1 до 5 километров. Также были конкурсные испытания по брумболу и на самый длинный съезд с горы на сноутюбинге. В онлайн-формате можно было посмотреть видеоролики «Снежные войны». Это праздничное зимнее воскресенье запомнится каждому соревчанину, побывавшему на лыжной базе. Ульяна Скородумова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!